Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Маша Команда и вы смотрите Спорт на дожде. Сегодня у нас в гостях единственный гонщик в истории Формулы-1, единственный российский гонщик в истории Формулы-1 Виталий Петров. Ну и естественно, наверное, какой-то единственный гонщик в истории Формулы-1 по каким-то другим показателям и по каким показателям, я думаю, мы сегодня обязательно это узнаем. Виталий, большое спасибо, что вы пришли сегодня к нам в студию, правда, очень приятно вас здесь наблюдать, потому что наверняка вы можете рассказать мне что-то такое вот удивительное, специфичное, ну и потому что мир Формулы-1, он же какой-то такой закрытый, знаете, и интересный. Вопрос у меня к вам первый вот такой. Сейчас для вас очень важное время, потому что от того, что происходит сейчас, наверняка зависит ваше будущее. Зависит то, будете ли вы на следующий год выступать в Формуле-1 или нет. Вот что вы предпринимаете, какие шаги для того, чтобы все-таки следующий сезон начать в должности пилота Формулы-1. Как вы, собственно, делали три года подряд? Добрый вечер, во-первых. А во-вторых, я уже, наверное, не раз говорил во всех интервью, что моя главная задача была в первой половине этого года найти человека, который бы начал сотрудничество именно с командами Формулы-1. Мы это сделали, мы пообщались с командами, у нас уже на эту дату есть несколько предложений от команд, есть официальные уже даже письма от нее, мы переписывались, общались. И мы говорили только о том, чтобы я вернулся в 2014 году уже боевым пилотом. То есть они сказали, да, вы можете это сделать, но нужна сегодня, мне нужна поддержка, чтобы я мог вернуться. А что это за команда? Можно я попробую угадать? Нельзя говорить. Вильямс, Заубер и Маруся. Хотя бы приблизительно угадал, а нет? Ну, ведь наверняка угадал, Виталий. Я не могу вам говорить, потому что, к сожалению, когда ведутся переговоры, нужно все-таки не говорить. Они просят об этом, чтобы мы не говорили, с кем мы ведем переговоры, о чем мы ведем переговоры. Вы знаете, что интересно? Это мир Формулы-1, к сожалению, он таков. Это вы меня уже подчеркнули. Мне вот что интересно, почему-то у нас в стране считается, что Маруся это такой российский проект, что это российская команда Формулы-1, поэтому всегда хотелось, чтобы вы за нее выступали, за эту команду, потому что идеальное сочетание российский пилот, российская команда. Так ли это? Или на самом деле там менеджмент, он совсем не российский, и российскую команду, ее считать российской командой просто нельзя? Почему ее нужно считать? Она есть, она под российской лицензией, во-первых. А во-вторых, знаете, если, как сказать правильно, если сегодня у меня будет поддержка, я буду выступать в Формуле-1, да, смогу завоевывать самые высокие места и бороться за подиум. И если российскую команду Маруся будут поддерживать, также финансировать ее очень мощно, то можно так года через два рассчитывать на то, что команда Маруся может попадать уже в десятку. То есть на сегодняшний момент она, можно сказать, очень сильно прибавила, она обгоняет Кеттерхэм, да, она очень хорошо смотрится на трассе, то есть у них очень такая плотная борьба, где в том году, в принципе, мы ехали гораздо быстрее ее. Поэтому я думаю, что она не стоит на месте, она двигается, но нужна поддержка, нужно работать, нужно вкладываться, и тогда только... Смотрите, совсем недавно команда Заубер была чуть ли не на грани банкротства. После этого сильно помогли финансово этой команде два инвестиционных российских фонда и один институт, да, тоже российский. А вы знаете, что до сих пор не подтвердилась эта информация? То есть сейчас, если я уже знаю, чего вы хотите меня спросить, и... А что я хочу вас спросить сейчас? Ну, я думаю, что... Как, кто и почему Сироткин, наверное, или в таком что-то вроде. Да, я с честным говоря, да. Ну, вы знаете, пока сейчас говорить об этом сложно, потому что это не подтвердилось официально командой Заубер. Идут слухи, идут там слухи, здесь слухи. И сейчас мы сейчас просто начнем разговаривать. Я даже не знаю, что отвечать, потому что я не в курсе всего. А вы знакомы с этим 17-летним мальчиком по имени Сергея Сироткина? Мы как-то видели здесь в 2012 году, да. Мы фотографировались вместе, но когда ты на этапе Форма-1, к сожалению, у меня не было много времени с ним пообщаться, познакомиться поближе. На самом деле, наверное, нужно здесь сделать небольшое пояснение для наших зрителей. Дело в том, что есть некая информация о том, что якобы команда Заубер теперь будет спонсироваться российскими спонсорами. И со следующего года там будет выступать пилот Сергей Сироткин, которому 17. И я так понимаю, что его берут именно как боевого пилота, да? Ну, слухи идут об этом, да. Слухи идут об этом. А что, верить нам, простым обывателям в эти слухи или все-таки нет? Ну, вы знаете, если верить всем слухам, то можно как бы не знать, что сделать с своей головой. Но на самом деле, если это говорится, то что-то происходит. В это нужно как бы верить. Но на сегодня очень, ну, пока я не могу ответить, будет это или не будет. Очень много слухов идут и о других командах. И том же Райканин, и переход там в Red Bull, и Ferrari, то там Алонсо идет в Red Bull, да. То есть, ну, как бы слухи и слухами. Они всегда будут. Но раз это состоится, я думаю, что это отлично. Я думаю, что это просто супер, если будет действительно поддерживать Заубер какая-то российская компания несколько, да. И будет также российский пилот. Поэтому я считаю, что это плюс для России. Объясните мне, почему вам, как единственному российскому гонщику в истории Формулы-1, но все-таки это такая трейдмарк, вам тяжело найти спонсора? Потому что многие, может, не понимают, что такое Формула-1. Многие люди не бывали на этапах, не бывали именно в боксах, не бывали именно на базе команды, что там происходит, куда эти деньги вкладываются, и для чего это вообще делается. Поэтому сложно объяснить в двух словах, что это такое. Это нужно садиться, объяснять и разговаривать, во что они вкладывают, почему и зачем. И что они с этого потом могут поиметь, какую рекламу, и многое-многое другое. Смотрите, вы три года выступали в Формуле-1. Сперва в Рено, затем в Каттерхэме. 20 миллионов долларов, именно вот эту сумму называла Оксана Косаченко, когда говорила о том, сколько было потрачено спонсорами на вас. Это сопоставимая сумма? То есть сумма близка к реальности? Ну, я даже не буду это комментировать, не знаю, насколько это. 20 миллионов долларов или еще что-то. Ну, вот сколько вам нужно денег? Потому что, насколько я понимаю, если бы вы нашли спонсора в этом году, то вы все еще были бы гонщиком Каттерхэма. Ну, я не говорю сегодня о Каттерхэме, что я буду гонщиком, да? Нет, вот именно тогда, на тот момент, на март 2013 года. Ну, там очень сложная ситуация получилась. Я даже, если честно, не хочу ее тоже брать в расчет, потому что там все не так получилось, как на самом деле должно было быть. А расскажите, расскажите правду, потому что тем же вот эти все слухи, ну, правда, надоело. Хочется знать правду. Я уже как-то раз рассказал правду. Вы имеете в виду про Лотос, да? Да, я на самом деле, знаете, не хотел даже говорить об этом никогда. Ну, я считаю, что я там ничего такого плохого об этой команде не сказал. Просто высказался, что было уже на пределе. Ну, да, что-то затронул, что было нельзя, наверное, говорить. Ну, я за это поплатился, наверное. Вот, поэтому я сейчас вырос, гораздо по-другому к всему отношусь, и поэтому не могу вам рассказать правду, к сожалению. Ну, давайте, наверное, напомним нашим телезрителям эту историю. Дело в том, что когда вы были пилотом команды Лотос-Рено, вы сказали в интервью следующее. Чуть ли не больше 10 гонок у нас абсолютно нет ничего. То есть мы ездим фактически на той машине, на которой начинали сезон. Если честно, не кажется, что в этом есть что-то невероятно страшное. Вот вы сами были удивлены той реакцией, которую вызвали ваши слова? То есть вы когда-нибудь думали, что вот вас потом просто, грубо говоря, выгонят из команды вот за эти слова? Да, на самом деле не думал, но, наверное, просто сдали нервы. Вот так вот я ей сказал, что сейчас посмотрите. А вы жалеете, что сказали их? А всегда о чем-то жалеешь, наверное. Всегда знаешь, что ты можешь добиться большего, лучше что-то сделать. Лучше даже тут сказать у вас, потому что я, когда закончу это интервью, потом пересмотрю его и все-таки проанализирую какие-то ошибки, надеюсь их в будущем не повторять. Серьезно? А вы действительно пересматриваете каждое свое интервью? Я практически, да, считаю, что это нужно. Нужно иногда смотреть себя со стороны, какие-то ошибки делаешь. Иногда спрашиваешь людей, которые могут тебе подсказать, что ты сделал правильно, что нет. И также я пересматриваю практически все гонки не по одному разу, чтобы анализировать, как делает один гонщик, что делает другой. По вашему виду, Виталий, я вижу, как вы сильно хотите быть там, быть пилотом Формулы-1. А вот честно, хотели бы, например, в этом сезоне быть пилотом Каттерхэма или с этой командой все покончено? Вы знаете, я благодарен Богу, что именно так получилось. Я рад, что я оказался вне Формулы-1 в этом году. Я рад, что у меня есть этот год, на который я могу потратить на самосовершенствование, наверное, или сделать какие-то выводы за последние годы, которые я жил, с кем работал, как работал. И поэтому для меня, я вообще благодарен судьбе, что так получилось. Я очень много уже проанализировал. Я даже сходил на Эверест, что, в принципе, не должен был этого делать, но что-то там... Что вы, простите? Когда я был на Эвересте. А, вы были на Эвересте. Да, и когда я туда сходил, я действительно, там вот, как это правильно сказать, наглотался свежего воздуха. Я был там практически в одиночестве, что постоянно шли, каждый день по 10-12 часов. И что-то все приходило в голову. То есть что-то такое, что там вот именно в горах, может, ближе к Богу, что-то тебе давалось. И поэтому я рад, что так все получилось. Я уже проанализировал много. И сейчас вот работаю так же, чтобы вернуться, потому что я считаю, что не все достиг то, чего мы могли достиг. Ну да, вот один подиум в карьере. Все-таки очень бы хотелось, чтобы их было побольше. Конечно, хотелось бы. Смотрите, Виталий, в 2010 году, опять же, по-моему, в марте Владимир Путин, тогда он был премьер-министром, сказал, что невероятно важно иметь вас в «Формуле-1». Проходит три года, и он не делает никаких заявлений, хотя понятно, что одно его слово и куча компаний становятся вашими спонсорами. Как вы думаете, почему? Почему вот за три года такой крен произошел? Сложный вопрос, на самом-то деле. Я думаю, что... Даже не знаю, как на него правильно ответить. Я же знаю, что ваш отец, например, он, по-моему, даже близкий друг Владимира Путина. Ну неужели нельзя... Ну это не совсем, конечно. ...позвонить, сказать, ну помоги сыну моему. Ты же не можешь взять телефон и позвонить президенту России, правильно? И это неправильно. И мы пытались, наверное, в свое время каким-то образом сами найти поддержку, то есть не обращаться именно к кому-то, а хотели именно найти через там знакомых, просто ходить по компаниям, искать. К сожалению, на тот момент было очень тяжело объяснить людям, что такое «Формула-1» и куда вкладываются эти деньги. Думаю, что на сегодня именно вот с различными шоу, которые проводились на той неделе, которые в эти выходные будут на Москва-Рейсовой. Поэтому только с помощью вот таких мероприятий люди могут видеть, что такое «Формула-1», почему она так дорого стоит и... Ну а цифры какого порядка примерно? Вот чтобы быть гонщиком «Формула-1»? Вот я хочу стать гонщиком «Формула-1». Ну вы не можете стать, к сожалению. Сколько мне нужно для этого денег? Я не думаю, что за деньги может любой пилот стать. Да, может, но все-таки он должен достичь чего? То есть ты не можешь пойти в топовую команду за какие-то деньги. Хоть бы у тебя там было 30 или 40 миллионов евро, да? Ты не можешь просто так заплатить и пойти там в топовую, в тот же «Лотос» на сегодня. Ну тебя не возьмут и скажут, мальчик, ты чего здесь делаешь, да? Ну вот, потому что... Так все-таки сколько нужно-то? Нет, понятно, что у вас там куча заслуг, и вы умеете хорошо водить машины, в том числе и болиды «Формулы-1». Я не буду называть конкретные цифры, да, но я думаю, что то, что вы называли, немножко побольше это... А, то есть даже больше. Да, больше это ту команду, в которой способна побеждать, и на которой команда готова в 2014 году именно подняться на подиум на первом... Гран-при Сочи. И который сейчас как раз соответствует вашим амбициям? Да. Здорово, здорово. Одна из которых я так же веду переговоры. Ты не сказал какая, правильно же? Хорошо. А в этом, в следующем сезоне Гран-при России все-таки должно попасть в календарь «Формулы-1». При этом заявка до сих пор не подана. При этом говорят о том, что не хватает квалифицированного персонала, который будет работать на трассе. И совершенно непонятная какая-то история с этим Гран-при, потому что, с одной стороны, эта история, которая запущена была сверху, но с другой стороны, я так понимаю, что сейчас поняли, что это стоит каких-то невероятных адских, очень больших сумм, и решили как-то, возможно, даже это спустить. Так это или не так? На тормозах. Ну, тяжело сказать, что происходит именно между Рафом, да, и организаторами Гран-при Сочи. Ну, я уже говорил здесь недавно в интервью, что я думаю, что все-таки они найдут и обязаны найти общий язык, чтобы провести этот этап. Потому что, ну, не просто же все так было. Не просто же сейчас там строят такую уникальную трассу, не просто же все это, ну, делается, да. И Владимир Владимирович также говорил, что будет Гран-при Сочи, а сегодня взяли, что вот так вот и закрыли весь проект. Я думаю, что просто есть какие-то разногласия, есть какие-то проблемы, которые, в принципе, всегда и везде случаются. Думаю, что сейчас они должны уладить, это все опять же начать встречаться, и надеюсь, что все будет хорошо. Потому что это очень важно. Смотрите, это слова Барни Эклстоуна, самого главного человека в Формуле-1 в мире. Россия скоро дебютирует в Формуле-1. Это очень важный и интересный рынок. Совершенно уверен, что Гран-при в Сочи в 2014 году пройдет успешно. У нас большой интерес и ожидание от гонки, ведь мы долгие годы пытались ее организовать. Вы действительно думаете, что Гран-при в Сочи в Формуле-1 принесет организаторам какие-то дивиденды? Потому что мне все-таки кажется со стороны, что это все-таки убыточный проект. Но судя как раз еще и потому, что вам очень тяжело найти спонсора. Было вот все это время, что вы выступали. Я думаю, что по-любому это плюс для автоспорта, во-первых, в России. У нас давно не было. Люди, к сожалению, у которых нет возможности посетить и увидеть, что такое машина в Формуле-1, это будет, мне кажется, отличный шанс приехать именно в Сочи и увидеть это. Я думаю, что зрители будут просто переполнять все Сочи. И я думаю, что будут даже дополнительные трибуны куда-нибудь ставить, потому что первый раз в жизни, я думаю, что такое устроит, что... А вы же сейчас посол Формулы-1 в России. Я посол Формулы-1. Да, у вас сейчас такая официальная должность, нет? Почему это? Ну, по крайней мере, так пишут и далее. Ну, это опять слухи, наверное. Нет, то есть это преувеличение. Я думаю, что, конечно. А вот с чисто такой региональной точки зрения, как вы думаете, вот то, что трассу решили построить в Сочи, это правильное решение или нет? Просто получается, что Краснодарскому региону и Олимпиада, и Гран-при Формула-1, ну, а другим ничего? Ну, вы знаете, я думаю, что, во-первых, вопрос не мне. Я не политический человек на сегодня. Я все-таки спортсмен. Может быть, когда-то им и попробую стать, но точно не сейчас. И я думаю, тот, кто это все организовывает, он знает, что делает. И без всяких сомнений делает это правильно. И все будет постепенно. То есть у них некий план. Это мы так думаем, что только там будет Олимпиада и Гран-при Сочи. Я думаю, что люди, те, которые все это организуют, у них план уже на 10-15 лет вперед, где что и как будет. Просто мы об этом не знаем, и они об этом не говорят. Почему-то, когда вы рассказывали про машину Формула-1, про то, что, например, я не могу стать пилотом Формула-1, мне захотелось вас спросить, когда ты сидишь за болидом Формула-1, расскажите свои ощущения, потому что понятное дело, что это даже не везти обычную машину, которую можно сейчас купить, очень приличную, хорошую, в которой, условно, 150 лошадей, в которой ездит комфортно. То есть наверняка это какой-то жуткий дискомфорт, вот сидеть в болиде Формула-1. Вы не правы, знаете. Скажите. Ну, как рассказать, вы когда покупаете машину себе, да, что вы, вы садитесь, настраиваете сиденье, да, руль, и вы когда трогаетесь, едете по городу, вы же получаете от этого такое удовольствие, что, наверное, улыбка у вас всю ночь, весь день не слазит с лица же, правильно? Да. У нас то же самое, когда ты садишься на первые тесты, когда именно в начале, и ты выезжаешь на трассу, и ты просто, ну, у тебя улыбка, понятное дело, это никто не видит, потому что ты в шлеме, но действительно мы получаем столько удовольствия, столько эмоций от пилотирования машины Формула-1. Это не передать словами, что это такое Формула-1. Ну, это же очень сложно, наверняка. Просто у нас вот мы тестируем машины... Я не участвую в бальных танцах или еще где-то, понимаете? Я занимаюсь тем делом, которое я на 100% умею делать хорошо, и знаю, как это сделать, и как удержать машину на трассе, поэтому... А вы вообще вот за пределами трасс Формула-1 в жизни, вы какой гонщик? Крейзи-драйвер или нет? Нет, я сюда приехал на метро. Ну, а когда... Он мне даже... А, я передал, да, билетик вот зря отдал своим людям, вот. И приехал на метро, чтобы к вам успеть, потому что в 6 часов приехал поезд, и сразу на метро, чтобы экономить время. Нет, конечно, спасибо вам еще раз, вы невероятный молодец, очень, правда, теперь. По-человечески хочется, чтобы все у вас получилось, чтобы вы, наконец, стали выступать в Формуле-1. А, и все-таки, вот, например, там дома у себя в Иборде. Вы сейчас в Иборде, да, живете? Вернулись домой, хотя вы жили и в Испании, и в Англии. Вот вы садитесь в свою машину. Вот какая у вас машина? А у меня нет машины. Как-то так. Ну, понимаете, на протяжении многих лет я просто дома не жил, да, иногда приезжал, и я просто думал, зачем мне иметь машину, если у меня никогда дома нет. То есть я всегда... Я могу маму там взять, да, у папы, если что. Вот, и просто езжу, если мне нужно. Так у нас город маленький, можно пешочком походить. Тут недавно даже мотоцикл подарили, но я пару раз прокатился, и мне очень много в Твиттере пришло писем, сказали, Виталик, нельзя тебе ездить, береги себя. Поэтому я его поставил в гараж и закрыл. А вы любите Твиттер? Ну, любите вот подселье? Я люблю читать новости. Не особо, правда, пишу там много, вот. На меня все жалуются, ругают, что я мало общаюсь именно там. Но постараюсь со временем все-таки начать больше общаться с фанатами и со многими людьми. Смотрите, вот на нашем тачстрине появились два человека. Мухаммед Али и Михаил Шумахер. Именно этих двоих вы когда-то называли, ну, наверное, не своими кумирами, но людьми, которые вас восхищают. В случае с Михаилом Шумахером я, в принципе, все понять и так могу. А вот в случае с Мухаммедом Али? Почему он? С Мухаммедом Али, потому что когда я был маленький, мой папа увлекался так же боксом, ходил, тренировался, и они всегда собирались в компании и смотрели Мухаммеда Али, Тайсона. Вот, наверное, я Мухаммеда Али плохо помню, но больше Тайсона, но он мне очень много рассказывал о Мухаммеде Али, потом я очень много пересматривал разных боев с ними и фильмы смотрел с ними. Поэтому для меня был он как кумир, и меня папа ставил его как, да, что пример, каким нужно быть и к чему нужно стремиться. И поэтому я считаю, он и Тайсон, они достигли таких высот, что и он был действительно великим на все времена, и считаю, что на долгое время еще и останется таких людей, как он. Пока, наверное, на земле нет. А с Михаилем Шумахером хоть кто-то из гонщиков Формулы-1 сравнится? Или Себастьян Феттель, Фернандо Алонс, Льюис Хэмилтон, это все не то? Почему это все? Алонс отличный гонщик, уникальный. Хамильтон тоже отличный гонщик. Я их примерно Алонс как Хамильтон, и Феттель я их ставлю на один уровень с Шумахером. Я бы так поставил, да. Просто Шумахер в свое время завоевал всем, стал семикратным чемпионом мира, и это было в то время, но сейчас пришло другое время, просто нужно немножко подождать, и думаю, что кто-то все-таки из других гонщиков тоже сможет достичь такого. А у вас есть вот такая вот мечта, вот чего бы вам хотелось достичь в Формуле-1? Или сейчас вы немножко спустились с небес на землю, поняв, что это все очень тяжело, нужно очень больше денег? Это не тяжело, просто это нужно работать. У меня мечта все-таки стать чемпионом мира. Сначала у меня была мечта, чтобы я мог стабильно научиться ездить во время гонок, что в принципе я начал выполнять эту задачу. Потом я стал больше концентрироваться на том, чтобы хорошо квалифицироваться. Очень важно было четко проехать круг. Потом я начал ставить задачу, хочу, теперь пора на подиум, то есть нужно добиваться, и поэтому в 11 сезоне так все сложилось, что я поставил, думаю, что вот нужно первый свой сезон, второй сезон первой гонки ставить самую высшую ступень. И я поставил себе, попытался поставить, что я смогу быть на подиуме, хотя в это было тяжело верить, но получилось достичь этого. А сейчас, конечно, у меня цель это вернуться все-таки, а потом все-таки стать чемпионом мира, потому что это моя жизнь, это моя цель, которая была. Просто если не ставить цели, то зачем тогда жить, правильно? И все-таки вот ваша семья, я не понимаю, ну неужели не мог же ваш отец там какие-то свои личные связи использовать, не позвонить президенту, но как-то до него достучаться, и чтобы вам было не спонсор? Ну знаете, за то выступление, которое я ездил, мы до сих пор остались должны людям за мое выступление. То есть папа очень много зарабатывал, тратил время на зарабатывание денег, и все практически вкладывал в меня. И практически мы жили, ну, не очень-то и хорошо, то есть жили постоянно на долгах. И на сегодняшний момент у нас еще есть долги. А что за долги перед тем? У нас есть перед людьми, которые нам помогали, есть и другие долги, которые сейчас взяты в кредит, которые мы вкладывали когда-то вот тоже, чтобы я ездил. То есть я папу даже говорил, давай, ну, остановимся, давай перестанем. Ну, как бы, он видел в моих глазах, что, как бы, я это говорю, чтобы помочь, но, с другой стороны, он понимал, что это для него будет неправильно, если он перестанет в меня, как бы, вклад. Он видит, что мне это получается, верил в меня, верит. Верит до сих пор или уже говорит, Виталий, может, ты чем-то другим займешься, может, бизнесом? Вы знаете, мы постоянно об этом, как бы, говорили, и никогда у него нет такого, чтобы он не сказал, давай завяжем с этим. Он иногда в шутку в этом, но он видел в моих глазах, и он сам понимает, что все-таки Формула-1 это мое, гонки это мое, и поэтому он только говорил вперед, работай, и, да, встигай своей цели. Ой, сегодня в 8 вечера по московскому времени начнется матч четвертого тура чемпионата России. Махачкалинский Анжи сыграет с одноименным клубом из Ростова. Я знаю, что вы любите футбол. Вот можно на буквально полминуточки о том, как вам старт чемпионата России, за кого вы вообще болеете? Ну, я болею за «Зенит». Ну, понятно. Ну, как болею за «Зенит»? Я, конечно, за всю Россию болею. То есть, когда играет «Зенит», иногда интересно смотреть «Зенит», «Спартак» тоже, да, у них вечное противостояние, там, понятное дело, «ЦСК», «Анжи», еще что-то. Вот. И поэтому за «Зенит» я хотел это сказать. И также за Россию, когда она выступает в Лиге чемпионов или еще где-нибудь. А как же еще один клуб? Барселона. Я очень люблю за их вот именно тактичность, как они ведут игру, как они пытаются просто занести мячик в ворота. Херардо Мартина, ты тот человек, который может навести порядок в Барселоне? Сейчас. И еще один момент. Просто у меня был тренер, который занимался именно в клубе «Барселона», который именно тренировал этих футболистов. И мне было настолько с ним интересно тренироваться. Он мне рассказывал все секреты. И я действительно был благодарен тому, что он мне научил. Он до сих пор, мы в хорошем отношении с ним, он до сих пор тренирует вратаря нашего, не нашего, а клуба «Барселона». Поэтому... Я нашим зрителям сегодня подготовила небольшой сюрприз. Сейчас вы, помимо того, что вы уже увидели вообще-то интервью с самим Виталием Петровым, сейчас вы увидите интервью с Евгением Малкиным, нападающим в сборной России по хоккею и форвардом клуба «Питтсбург Пингвинс». Что наши покажут, наши хоккейные сборные, что покажут на Олимпиаде в Сочи? Я думаю, что, знаете, это все-таки спорт всегда задает такой вопрос. Почему мы проиграли на чемпионате мира туда, куда я ездил, в Финляндию? Да. И я долго думал над этим ответом. Я считаю, что это спор. Да, не получилось в этот раз. Кто-то, может быть, лучше выбрал тактику, может быть, еще что-то. Но я надеюсь, и я хочу поприсутствовать, когда они будут играть, и надеюсь, что у меня получится быть в Сочи. Окей, Виталий, большое вам спасибо, что вы сегодня пришли в нашу студию. У нас сейчас примерно на тот же вопрос ответит Евгений Малкин, нападающий в сборной России по хоккею. Также выразит свое отношение к поступку Ковальчука, который просто сбежал из НХЛ в КХЛ ради денег. Мы это не скрываем, но и не осуждаем. Ну, а с вами была Маша Команная. Смотрите «Спорт на дожде» каждый вторник и каждую пятницу на телеканале «Дождь». Правда, мы уходим в небольшой отпуск, но 10 августа, в день, когда начнется чемпионат мира по легкой атлетике, мы опять выйдем в эфир. Пока. Продолжение следует...